Воздухоплавание в Белгороде Чемпионат ЦФО ранее проводился до Белгородской земли Он проводился в Подмосковье Два года назад нам было оказано, с моей точки зрения, большое доверие Попытка провести В прошлом году это состоялось Всем очень понравился Белгородский ландшафт Гостеприимство Белгородское Всем понравилась дорожная сеть Белгородской области Поэтому с радостью согласились, что и на дальнейшем Мы будем проводить именно чемпионат ЦФО на базе города Белгород Второй раз нам было несравненно проще Мы были уже более опытными, чем в первой Расширилась география участника У нас приехали достаточно И мы выставили тоже две команды В прошлом году летала одна команда Вторая была на подхвате, как резервный дублер Сейчас у нас уже две полноценных команды Участвовало в соревнованиях Мы могли бы выставить больше Но люди, которые приезжают к нам из Иногородния Просят помощи, чтобы мы помогли им на стартах Поэтому одну из команд нам пришлось отдать В помощь Иногородним участникам соревнований Соревнования прошли на очень высоком уровне Нам очень повезло с погодой Спортивный директор остался доволен Выполнено было 24 задания Полностью вся летная программа была выполнена Именно так, как задумывалось В рамках чемпионата ЦФО Мы провели первый раз Кубок Небосвод Белогория Для чего это было сделано? Люди не только из тех, которые проживают В ЦФО Нас посетили в этот раз То есть был аэростат из Санкт-Петербурга Это северо-западный федеральный округ Поэтому для тех, кто не входит в центральный округ Есть общий зачет И кто по сумме баллов набирает первое место Он получает Кубок Небосвод Черноземья В этом году Кубок Небосвод Черноземья Получил Андрей Чижов из Санкт-Петербурга И у нас два Толяка получили первое место Второе место И пилот из Тамбова получил третье место в нашем зачете Белгородские пилоты проявили себя, конечно, ну, скажем Не самые почетные места заняли Девятое, десятое Но, тем не менее, тот состав участников, который был Тот уровень, который сейчас уже на чемпионате Центрального федерального округа Белгород демонстрирует Ну, это были пилоты мирового класса Да, то есть хорошего уровня Поэтому даже в этом почетное десятое место Я думаю, ну, какой-то результат Будем стремиться к лучшему Насколько я знаю, соревнования длились четыре дня И несмотря на то, что белгородцы не попали в тройку лидеров В таких соревнованиях выигрывают все И участники, и зрители Тем более, что помимо воздушных шаров В самом шоу участвовали и самолеты, и планер Один из дней соревнования попал на день города 5 августа Поэтому это был такой подарок от спортсменов Мы взлетели с площадки возле спортивного комплекса «Вираж» И по диагонали прошли над всем городом Всего было поднято 15 аэростатов Даже те экипажи белгородские, которые не участвовали в спортивных состязаниях Ради дня города поднялись И судя по тому, что я слышал от людей Которые наблюдали это воочию Всем очень понравился этот подарок Как раз был на Гражданском проспекте парад духовых оркестров И задним фоном для него служили пролетающие воздушные гиганты Сразу после окончания чемпионата Мы в этом году сознательно пошли на этот шаг Мы провели именно уже третий Уже традиционный патриотический аэрофестиваль «Небосвод Белогорье» Почему это совмещение? Для иногородних пилотов очень приятно То, что ему не нужно уезжать, а потом снова приезжать Просто люди были очень благодарны Именно то, что мы совместили спорт И сразу после него провели собственно фестиваль А вот уже фестиваль К нам добавились несколько команд То есть приехали команды из Краснодара Краснодарского края То есть приехала команда из Крыма Уже традиционно К сожалению Не смогла приехать По техническим причинам Просто поломалась машина в дороге Они просто не успели ее отремонтировать И поэтому опоздали Команда традиционно к нам приезжающая из Минска Из Беларуси Первый день фестиваля У нас был приветственный полет Это над Белгородским водохранилищем Это просто те иногородние Которые первый раз здесь летают Чтобы они просто почувствовали красоту Без как бы такого ажиотажа А вот следующий день Уже было торжественное открытие Прохоровки У мемориального комплекса Победы Звонница В этом году было невообразимое количество Зрителей То есть в этом году у нас Расширился состав участников Которые пролетели там Над Прохоровским полем У нас впервые за 12 лет Белгородская федерация самолетного спорта Провела показательные полеты планера То есть у нас не было в Белгородской области Именно такого планерного звена Сейчас она есть Благодаря ребятам Они возрождают это У нас в прошлом году был один самолет В этом году их было четыре Которая показательная программа У нас замечательную показательную программу Сделали на Мотодельтапланах Академия Авиа Это клуб спортивный Который проводит обучение На этих же самых полетах На Мотодельтапланах Всем понравились показательные прыжки Парочуртистов Был проведен тоже впервые Флешмоб За Звонницы Было Ребятами выстроено Слово Победа Вот После чего они Пустили красные шарики То есть было Очень красиво Мы снимали это все Сверху И транслировали на экран Который нам МЧС помогло Вот То есть в прямом эфире Эти люди могли наблюдать Первый день фестиваля Всем очень запомнился Именно таким Ну действительно Духом патриотизма Выступали военно-спортивные клубы Выступал Плацпарад Делал наш Оркестр Нашей воинской части Вот которая базируется В Белгороде В этом году Мы можем сказать Что фестиваль вырос Он вырос Он стал действительно Уже солидным Таким мероприятием На которое Люди приезжают Считают Что нужно посмотреть На самом деле География участников Могла быть еще шире Участников могло быть больше Просто Насколько я понимаю Не все смогли приехать В Белгород Из-за того Что одновременно С фестивалем Проходил чемпионат Европы в Венгрии Он сейчас В данный момент Проходит Просто для того Чтобы людям Добраться туда И там отдохнуть Перед самим чемпионатом У нас Наиболее сильные Спортивные команды И даже те команды Которые традиционно Приезжают в Белгород Которые безумно любят Белгород И в этом не стесняются Признаться Они вот Говорили что Извини Но никак я не могу остаться Мне нужно еще доехать До Брецена Там где проводится В Венгрии Соответствующие чемпионат Вот Поэтому люди отлетали Все что смогли И потом просто уехали Я думаю что Если не будет у нас Накладок На следующий год География И количество участников Несомненно Будет расти Но наша съемочная группа Тоже не упустила Возможности Подняться в облака Вместе с вашими Небесными капитанами И на себе прочувствовала Что воздухоплавание Это не просто Спорт А стиль жизни Действительно Потрясающее зрелище Открывается сверху И очень многие благородцы Пришли Чтобы лично Поприсутствовать На таком событии Я считаю Открытием этого фестиваля Это площадка под дубом Которая вот была В дубовом Это на второй день Уже фестивальной программы Замечательный По сути Ну такой природный Амфитеатр Растаты находились Внизу Рядом с дубом А все зрители Беспрепятственно Могли сверху Вот со склона Наблюдать У нас там Замечательно Получилось Одно из самых лучших Я считаю Ночных свечений Которые были Проведены в Белгороде Тоже вот очень Подходили люди Благодарили Потому что это было Действительно грандиозно Масштабно Именно эта площадка Вот Зародила в нас Новые мысли По развитию Я не буду Так сказать Тоже открывать Это будет Сюрпризом Следующего года Но по крайней мере Я уже сейчас Вот после фестиваля По горячим следам Пока это все Я уже дал распоряжение Ребятам То есть мы готовим Именно для этой площадки Будет всем очень интересно Будет еще красивее Чем это было В этот год Нам очень нравится Именно дарить Ту радость Которую Вот Написано на лицах Наблюдающих Полет Аэростата в небе Может быть Для нас это Вот Наверное Самая большая Награда То есть Да Фестиваль Это трудно Да Фестиваль Просто из-за того Что фестивальная программа Она всегда Очень спрессована То есть Пилотам приходится Просыпаться Три часа ночи Ложится Двенадцать Уже следующего дня Там Час ночи Следующего дня То есть Очень мало на сон Тем не менее Вот именно Тот заряд Положительных эмоций Которая Исходит от зрителей Позволяет пилоту Выдержать Этот Марафон Фестивальный И Вот Уже при прощании Те люди Которые были Первый раз Они говорили Что мы Открыли для себя Этот регион Мы обязательно Будем к вам приезжать У вас Настолько Вот приятные люди Настолько У нас Тепло Принимали Настолько Чувствуется Именно Доброта И такое Участие Живое То есть Люди Машут И приветствуют Снизу И при приземлении Сбегаются Посмотреть Потрогать Аэростат Всем очень понравилось Все в очень Хороших И положительных Эмоциях Ну кстати Говоря Ваше увлечение Вдохновляет Творческих людей Призеры Первого международного Фестиваля Бел Мелфест Семья Жулиных Преподнесли В подарок Телеканалу Белград 24 То бишь нам Воздушный шар И теперь 3D рисунок Появился У здания Белград Медиа На нашей улице Железнякова Где мы находимся И успел порадовать Не только журналистов Но и жителей района Для нас это тоже приятно Вадим Германович Аэрофестиваль прошел Я не могу не спросить Какие дальнейшие Планы у федерации Ну как всегда У нас планы у громаде Мы сейчас Хотим поучаствовать Впервые Тоже будет проходить Чемпионат Черноземья В городе Воронеж После чемпионата Какой-то Может быть Мы один Аэростат Будет проводиться В Кавказских Минеральных водах Тоже там Скажем так Авиационные игры Которые мы хотим Отправить экипаж И будет обязательно Уже ставшим Мы в Крым Съездили первый раз 9 мая Прошлого года Сразу после того Как состоялось Историческое присоединение И с тех пор На все мероприятия Которые крымчане Нас просят Мы с охотой Откликаемся Помогаем им Уже становить Российское воздухоплавание Поэтому у них есть Замечательный фестиваль Называется Воздушное братство На который мы Обязательно Тоже в сентябре Поедем То есть у нас Программа Не заканчивается Сезон не заканчивается Мы обязательно Будем участвовать И в спортивных соревнованиях И в фестивальных программах В других регионах Обязательно будем Брать шар Брендовый На котором Есть наш Герб города И гордое название Белгорода Ну что ж Мы желаем Всеческих успехов Вашей федерации Воздухоплавания В деле достижения Новых высот Спасибо вам большое За участие В нашей программе Это была программа Тема Увидимся на телеканале Белгород 24 Редактор субтитров А.Семкин